Всем привет! Сегодня поговорим о Windows 11, а именно о версии Insider Preview. Номер сборки вы видите у меня внизу экрана, справа. Это сборка 25163. Я проспал несколько сборок, потому что у меня мой компьютер не поддерживает TPM-модулей, соответственно у меня просто даже не вылетали обновления, и я как-то их проспал. Последняя сборка у меня была 2200, а сейчас уже 25163. Как ее установить? Я снимал подробный ролик совсем недавно, ссылочку оставлю в описании, если вам нужно это. Это касается тех, у кого не поддерживает компьютер Windows 11, точнее не соответствует ее требованиям. Кто имеет такие проблемы, также не может участвовать в программе предварительной оценки Windows. Но способы обхода есть, как я сказал выше. Также у вас может быть проблема с обновлением из-за того, что вы живете в России или Беларуси. Ввиду последних ограничений, санкций и тому подобное. Это решается все просто. Нам необходимо включить любую VPN-программу и затем нажать кнопочку «Обновить». И у вас сборочки все установятся. Конечно же перед этим нужно нажать кнопку «Участвовать в программе предварительной оценки». В общем не суть. Мы сборочку с вами видим. Сейчас посмотрим, что же в ней нового. После того, как я обновился, на что сразу же упал мой взор, так это на то, что поменялись все иконки. Почему-то именно в инсайдерской версии Microsoft решили поменять все абсолютные иконки. Тем самым еще и сделать иконки с вложениями. То есть мы видим, что внутри папки. Ранее этого не было. Далее, если мы перейдем в панель управления, перейдем в персонализацию и посмотрим, что же у нас нового в пуске. А в пуске у нас есть теперь настройок таких параметров, как больше закреплений, по умолчанию и больше рекомендаций. То есть согласно этой настройке будет меняться меню пуск. То есть, как вы видите, больше рекомендаций, меньше рекомендаций и так далее. Также у нас есть новое введение на панели задач. В случае переполнения той самой панели задач у нас происходит группировка иконок. Также, конечно же, есть у нас некоторые изменения в Microsoft Store. Очень много мелких нюансов, на что я еще обратил внимание. На что мне, кстати, не очень понравилось, но и с этим придется мириться. Ранее, чтобы очистить диск C от всякого мусора, от временных файлов, просто нужно было нажать на диск C к свойству. И здесь у нас была очистка диска. Теперь это сделано все немножечко иначе. Разработчики Microsoft постоянно пытаются переделать весь визуальный интерфейс, который еще был придуман со времен Microsoft Windows Vista. И, естественно, они убирают старый интерфейс и постоянно пытаются сделать его более современным. Таким образом, теперь у нас временные файлы очищаются отсюда, а не как прежде. Помимо всех визуально видимых функций, конечно же, здесь были и внутренние, и функциональные изменения. Их достаточно много. Из каждой версии инсайдерской, их все больше, больше и больше было. Потому что мы последнюю с вами видели 22.00. И проверьте свою, кстати, систему. Посмотрите, какая у вас версия системы. Скорее всего, что вы не участвуете в предварительной программе и много выпускаете. Конечно, кому это интересно. А так я могу пролистать, чтобы вы посмотрели, какие еще здесь нововведения. Почему я о них не говорю? Потому что я ими сам не пользуюсь и вряд ли кто-то ими пользуется. Допустим, общим доступом к локальным файлам Microsoft OneDrive. Либо же мало кто пользуется улучшенной функцией общего доступа. Nerdy Sharing. Так что я просто пролистаю, а вы посмотрите. Огромное количество исправленных проблем. Проводник Windows, который у нас включал некоторые из проблем. Здесь они перечислены. Также у нас в панели задач тоже есть исправление, параметры. В общем, действительно много исправленных проблем. В одном из последних видео также я говорил о проблемах с играми. Что некоторые игры не запускались. В моем случае это был Assassin's Creed Valhalla. Ну, тут тоже все исправлено. Почему устройство вы не даете во всякие подробности? Что именно было исправлено? Не комментирую это. Потому что это все вода, муть. Это скорее всего интересно для самого разработчика. Нам, обычным конечным пользователям, это вовсе не интересно. Нам главное, чтобы все работало хорошо. И что касается вообще всех этих обновлений, у меня также есть свое мнение по поводу этого. Microsoft вообще перестала выпускать какие-либо обновления конкретные, которые могли бы в корне просто показать им что-то новое. Это было последнее у них Microsoft, Windows, Vista. Далее все как по шаблону. Конечно, есть попытки изменить интерфейс, визуальное оформление, а функционал остается такой же, как и прежде. По сути, ничего нового Microsoft очень давно не придумывают. Что касается технологических изменений, конечно, они есть. Благодаря тому, что технологией усовершенствуются именно видеокарты, видеочипы, процессоры, чипсеты. Так что, если у вас есть желание испытать новую инсайдерскую версию Windows 11, то милости прошу. Ссылочка еще раз в описании на видео, как это сделать, если особенно ваш компьютер это не поддерживает. Но в целом, я, конечно, Microsoft ругаю, но их понять можно. Это маркетинг для того, чтобы существовать. Им необходимо постоянно делать что-то новое. Пусть это новое, хорошо забытое, старое, а может еще хуже. Но все же им приходится так выкручиваться для того, чтобы существовать на рынке. Вряд ли Microsoft, конечно же, меня услышит. Но хотелось бы порекомендовать, что ли, вернуть пуск из Windows 10. Потому что такой пуск, как сделан здесь, Windows 11, он никого не устраивает. Я смотрел отзывы, читал форумы, просто его ругает каждый. В Windows 10 реализован меню пуск. Замечательно, очень удобно. Плитка динамическая. Настраиваешь под себя, как хочешь. Здесь просто какая-то пародия на пуск. Так скажем, откат назад, деградация. Ну, на этом все. Надеюсь, что такой обзор вас устроил, понравился. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Кто пользуется инсайдерской версией. Пишите, обсудим. Интересно послушать ваше мнение. Всего хорошего.